Наши мудрецы установили великий и страшный принцип – можно быть праведником, то есть соблюдать Тору, заповеди и все обряды, но при этом все равно не иметь достаточно веры. Нужно оплакивать это осиротевшее поколение, на котором столь четко проявлены признаки этого страшного греха. Царь Давид сказал, «Он благословит тех, кто боится Господа, детей и взрослых, то есть великих и малых» – Таилим 115.13. В этом стихе подразумевается, что кому-то из богобоязненных людей все-таки недостает и богобоязненности, и веры. Царь Шломо предупредил, насколько опасно полагаться на смертного человека. Цитата. «Страх перед человеком ставит ловушку, но кто уповает на Господа, будет вознесен. Многие ищут расположение правителя, но суд человека приходит от Господа». Мишлей 29.25.26. «Представление о том, что еврейский народ должен жить один, исходит из представления о том, что есть только один Бог, которого нельзя ни с кем сравнить. Он единствен и исключителен». «Дворим 4.35». «Вы те, кто увидел и узнал, что Господь есть Бог, и нет никого, кроме Него». А в Таилим 136.4 говорится, «Ему, кто один совершает великие чудеса, точно так же и еврейский народ один отделен от других». Цитата. «Я отделил вас от народов». Вейкра 20.26. «Это народ, который должен жить один». «Левадат». «И не числится среди народов». Бемидбар 23.9. «Как Бог отделен от всего, что есть в этом мире, так же и Израиль должен быть отделен от всех народов этого мира». Об этом мы читаем в Таилим 148.13.14. «Прославьте имя Господа, ибо одно Его имя превознесено. Благодарите Его на земле и небе. Он вознес честь Своего народа, славу всех Своих благочестивых сыновей Израиля, народа Ему близкого. Аллилуйя!» «Хотя Бог отделен, и Израиль тоже должен быть отделен, все-таки Израиль близок Ему. Народ Израиля полностью отделен от других народов, но при этом близок Богу. Бог близок этому отделенному народу. Он всегда готов прийти Ему на помощь в любой беде. Мы читаем Дворим 32.12. «Бог один, Бадад, вел их. Не было другой силы с ним. Поэтому Израиль должен жить безопасно один». 33.28. Слова «Левад один» и «Бадаль отделенный» Это одно и то же слово, хотя его буквы записаны в разном порядке. Слово «Бадаль» происходит отдаль, бедняк, а бедняки, как известно, одиноки и не имеют друзей. Царь Шломо сказал, «Богатство прибавляет много друзей, но товарищи бедняка сторонятся его». Мишлей 19.4. Однако отдаль сказаны и другие слова. «Бог поднимает бедного Даль» из праха. Таилим 113.7. Точно так же Бог поднимает и спасает и Израиль, который отделен, бадаль, и обособлен от других. Израильтяне должны возлагать надежды только на Бога. Только Он определяет судьбу отдельных людей, народов и царей, так что нам нет никакого смысла бояться смертных людей с их армиями. «Бог управляет миром так, как считает нужным». Цитата. «Когда пути человека радуют Бога, Он заставляет даже его врагов помириться с Ним». Мишлей 16.7. «Жребий бросается по кругу, но его результат от Господа». Там же стих 33. «Подобно руслу реки, сердце царя в руке Господа, Он направляет его, куда пожелает». Там же 21.1. «Нет ни мудрости, ни понимания, ни совета против Господа. Конь готов ко дню битвы, но победа от Господа». Там же стих 30.31. «Дай нам помощь против противника, ибо тщетна помощь человека». Таилим 108.13. «Вот они, пути веры и истины. Вот она, совершенная вера в то, что Господь есть Бог и нет никого равного Ему, так что бессмысленно уповать на собственную силу, равно как и на богов, князей и народы этого мира. Стоит лишь немного прозамышлять над значением слов «леват», «леводат» и «бадаль», и несложно увидеть их общий источник «даль». Бог создал еврейский язык таким образом, что каждое слово тесно связано с другими словами и понятиями. Когда Бог учредил «мешкан», «храм» и «священство», чтобы отражать на земле божественную святость, он наделил слово «даль» значением высшей святости. Это слово стало вечным символом веры и упования на Бога, а также обособленности Бога и Израиля. Вспомним, что ковчег – это сердце мешкана и храма. Они были созданы только ради него. Рашбам писал, шмот 25.10 «Ради ковчега, который есть суть слов, они должны сделать мне святилище», шмот 25.8 «Было необходимо создать мешкан». Эти слова согласуются с тем, что мы читаем в шмот «Раба» 34.2 Во-первых, сказано «Пусть они принесут мне приношение», шмот 25.2 «И затем «Сделай ковчег из дерева шитим»» Стих 10 «Как Тора предшествовала всему, так и при устройстве мешкана ковчег предшествовал всем остальным сосудам» Конец цитаты Ковчег потому упомянут первым, что в нем было две скрижали и свиток Торы Ковчег был единственным предметом, который находился внутри святая святых за занавесью Порохет Бог сделал этот предмет самым святым на всей земле Здесь он как бы являл людям свое божественное присутствие В частности, с Моше Бог разговаривал от двух херувимов «Я буду говорить с тобой там, находясь над крышкой ковчега, между двумя херувимами, которые на ковчеге свидетельства» Шмот 25.22 Моше слышал голос, обращенный к нему от двух херувимов на крышке ковчега, что над ковчегом свидетельства Так Господь говорил с ним Бемидбар 7.89 Ковчег был, так сказать, особым местом, особым местом Бога в этом мире Символом его всемогущества и исключительности Ковчег говорил нам о том, что мы должны полностью полагаться только на Бога Эта мысль звучит в молитве Ехескеля, когда он просит Бога спасти город от сеннахерима 2 Царей 19.15 О Господи Божий Израиля, сидящий на херувимах Ты, Бог Один, владеющий всеми царствами земли Ты создал небо и землю Конец цитаты Да, ковчег был земным престолом Бога, сидящего на херувимах А также символом упования евреев на своего Творца Раби Шмуэль Барнахмани написал Всякий раз, когда Танах использует слово владыка, аддон, оно относится к тому, как Бог искореняет одну группу и приводит другую Прототип Вот ковчег завета владыки всей земли Яшуа бен Нун 3.11 Здесь Бог искоренил хананеев и привел Израиль Конец цитаты Итак, ковчег – это символ Господа всей земли, ее Творца и Владыки, кто удаляет одни народы – хананеев и измаильтян и приводит на их место другие – Израиль, и никто не смеет возразить ему Однако ковчег символизирует и еще что-то, а именно – способность Бога управлять законами природы, которые Он сам и установил Вот что мы читаем в Берешит Раба 5.7 Яшуа бен Нун сказал сынам Израиля Подойдите сюда Яшуа бен Нун 3.9 Комментарий Раби Хуна сказал Он поставил сынов Израиля между двумя шестами ковчега А Раби Ахабар Раби Ханнина сказал Он заставил их нагнуться между двумя шестами ковчега Раби сказали Он поместил их точно между двумя шестами ковчега Яшуа сказал им Из того, что вы все поместились между двумя шестами ковчега Вы знаете, что божественное присутствие среди вас Конец цитаты Бог сделал ковчег символом своей власти над законами природы Поскольку в данном случае меньшее вместило большее Как это получилось? Израильтяне расположились между шестами Бадим Теми шестами, на которых левиты носили ковчег Мудрецы объясняют Сота 35 алев Как только последний израильтянин поднялся из Иордана Вода вернулась на свое место Когда Куэны, несущие ковчег завета Господа Вышли из Иордана Как только они подняли подошвы ног над сухой землей Вода вернулась на свое место Яшуа бен Нун 4,18 Получилось так, что ковчег, несущие его и Куэны Были на одной стороне, а остальные израильтяне на другой Ковчег нес своих несущих И поток он пересек За это был наказан Оза, как сказано Когда они пришли к гумну Хидона Оза протянул свою руку, чтобы поддержать ковчег Первая летопись 13,9 Бог сказал ему Оза, если ковчег несет своих несущих То уж, конечно, он может нести сам себя И гнев Господа не зашел на Озу И он поразил его там за его ошибку 2 Шмуэля 6,7 Здесь мы снова видим, что ковчег управляет законами природы Он несет тех, кто якобы несет его Божий ковчег не нуждался в помощи людей Что служило для Израиля свидетельством силы, веры и упования на Бога По этой же причине запрещалось перевозить ковчег в повозке Поскольку ковчег может нести себя сам Ему просто не нужна посторонняя помощь Однако Бог повелел, что ковчег нужно было нести на плечах Символ того, что Израиль принял на себя ярмо и бремя ковчега После чего уже ковчег носит Израиль Как следствие, Бог постановил, что шесты ковчега Должны постоянно находиться в кольцах и снимать их запрещалось Шесты должны находиться в кольцах ковчега и не должны удаляться Шмот 25,15 В Йома 72 Алиф разъясняется Всякий, кто разъединит нагрудник и эфот фарту Коэна Получает удары Эта заповедь должна была напоминать Израилю Что ковчег несут шесты, а не люди И что Бог не нуждается в чьей-либо помощи Кто забывает об этом законе и хочет помочь в кавычках Богу Наказывается А тот, кто думает, что ковчег и его владыка Не способны помочь и обращается к народам Совершает непростительный грех Ковчег символизирует Божье присутствие в этом мире А поддерживающие его шесты Неограниченную власть, всемогущество и величие Бога Но самое главное то, что шесты представляют его уникальность Отделенность от всего остального творения Будь то на небе или на земле Они символизируют то, что Израиль обязан полагаться на Бога И верить в его всемогущество Что только он может помочь своему народу Вот почему Бог назвал шесты ковчега словом Бадим Слово Бад – общая основа для слов Леват, Бадад и Бадаль и шесты ковчега Служат тому живым свидетельством Они – свидетели ковчега Завета Который, в свою очередь, является свидетелем величия и владычества Бога Бог хочет, чтобы Израиль всегда имел перед глазами эти шесты Символ величия Бога и нашего долга уповать на Него Следовательно, он дал удивительную заповедь Цитата Коэны принесли ковчег Завета Господа на его место В святилище храма, в святая святых под крылья херувимов Шесты ковчега были такие длинные Что концы шестов были видны из святого места Даже перед святилищем Но снаружи они не были видны 1 Царей 8.6.8 Мудрецы комментируют Миноход 98 Алиф Шесты ковчега были длинными Я бы мог подумать, что они не касались перегородки Следовательно, сказано Они были видны Если они были видны И я бы мог подумать, что они разрывали перегородку И выходили на другую сторону Следовательно, сказано Снаружи они не были видны Как это возможно? Они выпирали, высовывались сквозь перегородку Как две груди женщины Как сказано Мой возлюбленный для меня Как сосуд мирры, лежащий между моими грудями Шир Гаширим 1.13 В Талмуде имеется в виду Что каждый еврей, приходящий в святилище Должен был видеть эти шесты И помнить, что они символизируют обязанность Уповать на всемогущего Бога Однако, поскольку святая святых Было отделено от остальной части храма завесой Бог повелел, чтобы шесты доходили до завесы И слегка выпирали из нее Подобно соскам женской груди Так их могли видеть все В Шаббат 88 Бет Присутствует следующий комментарий этого стиха Хотя Бог причинил мне боль и горечь Мой возлюбленный лежит между моими грудями Раша объясняет это так Бог сразу же повелел Что для него должно быть построено святилище Где его присутствие могло бы пребывать Между двумя шестами В первом храме они выглядели Как две груди, примыкающие к перегородке входа Конец цитаты Вспомним, что любовь между Израилем и Богом Сравнивается с любовью между мужчиной и женщиной Самым страстным видом любви Бог сравнил шесты ковчега с грудью женщины Возможно, именно поэтому Одно из имен Бога – Шаддай Кроме того, как уже было сказано Херувимы обнимали друг друга Подобно влюбленным Счастлив человек, достигший такой глубины любви к Богу Скорее всего, именно символический смысл Божьего всемогущества Заложенный в ковчег и шесты Объясняет, почему Бог использовал для шеста Слово БАД, а не МОД Более общепринятое обозначение шеста Для переноса грузов Например, это слово было использовано в Бемидбар 13.23 Когда разведчики принесли из Хана на виноградную гроздь Они несли ее на шесте МОД Между двумя А в пустыне Различные сосуды мешкана Оборачивали в шкуры И помещали на носилки МОД Бемидбар 4.10 То, что Бог назвал шесты ковчега БАД, а не МОД Очень важно Слово МОД означает не только приспособление для переноски грузов Но и часто подразумевает крах и разрушение Как в следующих стихах Земля дрожит и колеблется МОД ГАМУТАТА МОД ГАМУТАТА ЕШАЯГУ 24.19 Все основания земли колеблются ИМОТО ТЕЛИМ 82.5 Как видно, слово МОД может означать как подъем, так и падение В этом плане это слово связано с МАТА ВНИЗ Более того, если человеку не хватает сил, он падает на постель МИТА СМЕРТЬ МОД Тоже связано с МОД, поскольку смерть – это вечное падение Итак, любой шест, созданный человеком, будь то для переноса или подъема грузов, может сломаться Однако тот шест, на котором Бог повелел носить ковчег, сломаться не может, поскольку символизирует силу Бога, Создателя Вселенной О нем сказано Бог учредил землю на своих основах так, что она никогда не поколеблется ТЕЛИМ 104.5 Мир учрежден, он не может поколебаться ТЕЛИМ 93.1 Стоит мироздание, не поколеблется ТЕЛИМ 93.1 Шест ковчега – это не МОД, чтобы разрушиться Кто верит в то, что символизирует шест ковчега, безграничную силу Бога, никогда не приткнется Он никогда не даст праведному поколебаться ТЕЛИМ 55.23 БАД – это не МОД, а символ Божьего владычества и царской власти, его ЯРМА, который никогда не поколеблется С другой стороны, МОД символизирует ЯРМО народов, которые Бог сломал при первом избавлении Я, Господь ваш Бог, который вывел вас из Египта, где вы были рабами Я разбил оковы вашего ЯРМА и вывел вас с высоко поднятыми головами Итак, разобьет ли Бог ЯРМО народов в будущем? Они узнают, что Я, Господь, когда Я разобью оковы их ЯРМА и избавлю их от тех, кто поработил их Кто полагается на Бога, того никогда не постигнет неудача Ибо царь полагается на Господа, он не поколеблется Он не испугается конца дней, когда Бог в гневе отомстит народам и повергнет царей Итак, мы не будем бояться, хотя и земля меняется Хотя и горы падают в сердце моря Бог посреди него Иерусалим не падет Бог поможет ему при наступлении утра Хотя народы суетятся, а цари повержены Таилин 46.367 Только один раз слово «мод» упоминается в контексте ковчега «Левиты несли Божий ковчег на своих плечах с прутьями мотот» Первая летопись 15.15 Этот факт окончательно устанавливает лингвистический принцип Хотя более правильно использовать слово «мод» К ковчегу оно не применяется К ковчегу лучше подходит слово «бад» Которое означает полное доверие к Богу И его способность изменять законы природы «Шест Бад» Никогда не поколеблется «мат» Цифровое значение слова «бад» — «шесть» За шесть дней Бог создал небо и землю А сегодня правит над ними и всем, что в них Вот почему нас не должно удивлять, что цифра шесть Нашла особое отражение в устройстве мешкана и храма Которые символизируют совершенную вселенную в миниатюре Израиль должен был лицезреть эту модель И стараться как можно лучше воспроизвести ее С одной стороны, Бог назвал шест «бад» С другой стороны, Коэном, самым святым представителем народа Он дал льняную «бад» — одежду Коэн должен надеть свою льняную одежду И льняное нижнее платье он наденет на себя Вейкра шесть дробь три В Йом-Кипур он должен надеть священный льняной хитон И льняное нижнее платье Он также должен обвязать себя льняным поясом И повязать на голову льняной тюрбан Это священные одежды Вейкра шестнадцать дробь четыре Те же слова мы встречаем, когда Давид пляшет перед ковчегом Давид был одет в льняную мантию Как и все левиты, несущие ковчег, и певцы И на Давиде был льняной эфод Первая летопись пятнадцать дробь двадцать семь В Мецудат Давид говорится Льняной эфод был идентичен эфоду первосвященника Он был предназначен для тех, кто отделяет себя для служения Богу Конец цитаты То же мы читаем и о молодом Шмуэле, который служил левитом Шмуэль служил перед Господом, будучи ребенком, облаченный в льняной эфод Первая Шмуэля, два дробь восемнадцать О Куэнах города Нов сказано Он убил в тот день восемьдесят пять человек, носивших льняной эфод Первая Шмуэля, двадцать два дробь восемнадцать Мы видим, что льняные одежды предназначались исключительно для тех, кто был посвящен служить в храме Поскольку они символизируют владыку святилища, создавшего мир за шесть шеш дней Следовательно, Бог дал своим Куэнам льняные одежды Шеш Более того, священнические одежды назывались Бигдей Шеш Тонкие льняные одежды Они сделали хитоны для Аарона и его сыновей, выткав их из тонкого льна Шеш Они сделали льняной тюрбан, тонкие льняные шапки и льняное нижнее платье, темнокрасные и из красного льна Шмот тридцать девять дробь двадцать семь тире двадцать девять Слова Шеш и Бад напоминают нам о шести шеш днях творения, за которые Бог, будучи один, ле-бад, и отделен, бадат, создал этот мир Предназначением творения был исход из Египта Иными словами, Бог создал мир для того, чтобы люди узнали Его величие и силу, прославили и превознесли Его и стали подражать Его мыслям и делам Исход стал тем конкретным событием, которое продемонстрировало всему миру величие и силу Бога Он освободил свой народ от рабства в стране, из которой не удавалось освободиться еще никому И основал Израиль, избранный народ, вещающий миру о силе Бога Таким образом, слово Шеш, которое также означает лен, бад, должно напоминать нам об исходе и о том, что мы должны всегда полагаться на Бога Так мы читаем Когда я проходил мимо тебя и увидел, что ты купаешься в своей крови Я сказал тебе, в своей крови живи Да, я сказал тебе, в своей крови живи Тогда я омыл тебя водой Да, я очистил твою кровь и помазал тебя маслом Я повязал тонкий лен, шеш, на твою голову и одел тебя в шелк Ихескель 16.6.9.10 Конец цитаты Мудрецы комментируют Писикта 33 Это восемь священнических одежд первосвященника Все содержащие лен Они сделали хитоны из тонкого льна Они сделали льняной тюрбан Шмот 39.27.28 Я одел тебя в шелк, Меши Ихескель 16.10 Бог сказал Израилю Я сделал тебя известным, Мамаш Здесь, на земле, как сказано Я сказал Вы сильны Все вы сыновья Всевышнего Таилим 82.6 Конец цитаты В храме шеш и бад Служили вечными символами обязанности полагаться на Бога Который создал Вселенную и управляет ею Который унижает и возвышает 1 Шмуэля 2.7 Самый яркий пример этого Йосеф, представший перед фараоном Мы читаем Фараон снял кольцо со своей руки И надел его на руку Йосефа Он одел его в самую тонкую льняную одежду Берешит 41.42 Раши объясняет, что льняная одежда в Египте Служила символом высокого социального положения Какое божественное откровение Какое поразительное чудо Еще какие-то минуты до этого Йосеф был рабом в темнице И вот он уже наместник самого фараона Заведующий раздачей пищи во всем Египте Как написал царь Давид Его ноги они заковали в кандалы И он был закован в железо Пока не пришло его слово Слово Господа испытало его Таилим 105.18.19 Да, фараон одел его в самую тонкую льняную одежду Только потому, что увидел в нем знак важности Однако на самом деле Лен Шеш доказывает величие всемогущего Бога Шеш Йосефа напоминает нам Что мы должны верить в Ашема Бога Израиля и полагаться на него Это чудо также стало ответом самому Йосефу Когда он понадеялся не на Бога А на распорядителя Мудрецы объясняют Шмот раба 7.1 Йосеф по-настоящему заслужил только 10 лет в тюрьме Однако поскольку он попросил главного надзирателя Вспомни, что я был с тобой Скажи что-нибудь обо мне, фараону Берешит 40.14 Еще два года было добавлено Конец цитаты Если еврей ищет помощи у нееврея Из безысходности и страха Думая, что Бог не поможет ему Он совершает серьезный грех Если бы Йосеф потребовал у распорядителя Вспомнить о нем Потому что тот должен ему услугу Это не было бы грехом Однако Йосеф обратился к нему с просьбой Показав тем самым Что он искал благосклонности нееврея Этим он оскорбил Божье имя Поскольку полагался не на Бога А на плоть и кровь Мы видим здесь важный принцип О помощи неевреев Если нееврей помогает еврею В порядке взаимного обязательства Чтобы отплатить еврею за что-либо Это допускается Однако, если мы просим О чем-то нееврея или его страну Подобно нищему на паперти Это страшный хилул Гошем Это высшая степень Неумения полагаться на Бога Как я уже говорил Лен в храме Будь то Бат или Шеш Напоминает нам о том Что Бог создал Вселенную И управляет ею Следовательно Только на него мы можем полагаться Когда первосвященник проводит Богослужение в Йом-Кипур Он облачается в льняную одежду И встает между шестами Бадим, Ковчега Символизирующими веру и доверие Богу Самый святой человек Израиля В самый святой день Израиля Проводит службу Облекшись в лен И встав между шестами Более того Главная часть этой службы Воскурение и окропление кровью Святого святых Должна выполняться Также между шестами Ковчега Об оскурении в Мишне сказано следующее Йома 52 бет Когда он дойдет до Ковчега То поместит сосуд Между двумя шестами Ковчега В другом источнике мудрецы учат Шир-Гаширим Раба 1.14.3 Мой возлюбленный лежит между моими грудями Шир-Гаширим Воскурение ограничивалось зоной Между двумя шестами Ковчега Конец цитаты Тора не зря предписывает Использовать для воскурения благовоние Цитата Возьми благовоние Стакте о них и голбан Все одного веса Бад быват и е Шмот 30.34 Благовоние подразумевают два вещества Стакте о них и голбан Еще три Итого пять Фраза «быват и е» Означает «Пусть эти пять относятся к пяти другим» Бад означает «один» Как объясняет Раши там же Бад, как мне кажется, означает «один предмет» Они должны быть равны друг другу Один должен быть таким же, как другой В святых словах Раши истина Бад — это производная от «леват» Один В Торе десять благовоний Разделены на две группы по пять в каждой Первые пять символизируют то, что Бог один Слушай, Израиль Господь наш Бог Господь один Дворим 6.4 Другие пять благовоний Символизируют Израиль Что Израиль тоже один Кто, как твой народ Израиль Единственный на земле Первая летопись 17.21 Бог постановил, что один Бог Связан с одним народом Который владеет истиной И всегда отделен от других Все это символизирует воскурение Символ радости Которая и необходима для доверия к Богу И сама является следствием этого доверия Что касается опрыскивания кровью Мишна говорит Йома 53 бет Он возьмет кровь у того, кто выдавил ее Войдет, куда нужно войти В святая святых Встанет, куда нужно встать Во время воскурения Он стоит между двумя шестами И обрызгает оттуда Конец цитаты Здесь мы видим, что храмовая служба Йом-Кипур Самая святая служба В самый святой день Полностью проводится между двумя шестами Бадим Бадим Ковчега Символа исключительности и единичности Бога Его величия и огромной силы Это также символ того, что Израиль Должен всегда полагаться только на Бога А не на плоть и кровь Теперь становится несложно понять загадочное понятие Левуд Речь идет о Сука Законе из Сука 16 бет Все, что меньше трех ладоней, подобно Левуд Например, согласно закону Сука Если дыра в стене меньше трех ладоней в ширину Считается целой и неразрывной Закон Левуд учит нас тому, что только Бог Может изменять законы природы Даже если какая-то часть стены не завершена Бог может объявить ее завершенной Так что эта часть стены будет считаться неразрывной Этот урок связан с праздником Суккот Поскольку тема Суки – доверие к Богу Я объясню это ниже Цитата «Это народ, который будет жить один И не будет числиться среди народов» Бемидбар 23.9 Долг Израиля – жить одному, в изоляции Не страша с народов Народы не могут влиять на будущее Израиля Не еврей, лишь инструмент в руках Бога О, Ассирия, жезл моего гнева И Шаягу 10.15 Ассирия и другие народы – ничто иное, как инструмент в Божьих руках Чтобы поражать грешников Ни Ассирия, ни другие страны или цари Не могут править по собственному желанию Ни другими, ни даже самими собой Цитата «Как русло реки, сердце царя в руке Бога Он поворачивает его, куда пожелает» Мишли 21.1 Поэтому мы читаем «Он выведет врага перед тобой и провозгласит «Разрушай!» Израиль будет жить безопасно!» Один Дворим 33.27.28 Вот о чем мы читаем в Ор-Ахаим Там же «Израиль будет жить безопасно!» Когда? Когда он один Слова «они будут жить» Следуют за «он провозгласит, разрушай!» Бог повелел Израилю истребить Всякую душу жителей земли Сделав это Израиль будет жить безопасно один Конец цитаты К огромному сожалению Многие сегодня стремятся Уничтожить веру и доверие народа Который должен жить один Леводад Бимедбар 23.9 Они дерзко заявляют, что евреям запрещено Раздражать другие народы И что даже когда мы сильны Мы по-прежнему зависим от других народов У таких людей просто нет веры Они извращают понятие доверия к Богу Но именно те, кто искажает понятие Бадим Бетахон Сами образно названы Бадим Что означает лжец Он расстраивает знаки самозванцев Бадим И обнаруживает безумие провицателей Ешаягу 44.25 Меч на гордецов Бадим Они станут глупцами Ермиягу 50.36 Мы видим, как из одного и того же корня Образуются разные слова С одной стороны Бадим Это истина и вера С другой Это ложь Если еврей верит в Бога И доверяет ему в Бадим Он обретает мир, веру и покой Если он полагается на человека Он пожнет ложь и бедствие Про того, кто полагается на Бога Сказано Израиль будет жить безопасно Один Дворим 33.28 Но о том, кто высокомерно надеется Только на себя или на народы Говорит другой текст Как одиноко сидит город Плач Ермиягу 1.1 Это очень важный принцип Который ведет к быстрому И величественному избавлению Без всяких трагедий и бедствий Чтобы пришло такое избавление В котором Бог обещает Поторопиться Ешаягу 60.22 Еврейский народ должен пребывать Обособленно Полностью полагаясь на то Что Бог сразит наших врагов Благодаря доброте Бога А также его рвению К освящению своего имени Дети Израиля вернулись В свои границы Сейчас мы находимся В величественной начальной стадии Пришествия Машиаха И начала избавления Если евреи будут уповать на Бога И перестанут бояться смертных людей Если проявят силу и мужество Как того требует Бог Тогда перед нами откроются Врата избавления И наш праведный Машиах Принесет нам великое Окончательное освобождение Которое мы ждали тысячи поколений Как первое избавление пришло Только благодаря вере и упованию на Бога Так и последнее избавление придет Благодаря этим качествам Величественно и быстро Избавление из Египта Стало возможным Только благодаря тому Что Израиль поверил в Бога И доверился Ему Цитата К тебе они взывали и спасались Тебе они доверились и не постыдились Таилим 22.6 Наши мудрецы комментируют этот стих так Медраж Таилим 22.20 Почему они были вознаграждены так щедро? Потому что они доверились тебе и не постыдились Все это стало ответом на их доверие Михилта говорит Бешалах Месехта Деваихи 6 Мы также находим, что Израиль был избавлен из Египта Только благодаря вере Как сказано Народ поверил Шмот 4.31 Окончательное избавление, которое ждет своего часа Придет быстро благодаря нашему упованию на Бога Обратимся еще раз к Михилте Там же Изгнанники будут собраны только благодаря вере Сказано Пойдем со мной из Ливана Моя невеста Со мной из Ливана Но смотри Вера идет первой Широ Ширим 4.8 А также Я обручу тебя с собой навсегда Я обручу тебя с собой через веру Ошеа 2.21 Нельзя недооценивать важность веры в Бога и доверие к Нему Еврейский народ должен доказать свое доверие Богу сложными, страшными и нередко даже опасными делами Делами, требующими храбрости Делами, которые по своей сути неприятны для нееврея Которые раздражают его и заставляют выступить против Израиля Все такие дела нужно совершать в полной вере Не сомневаясь, что если Израиль будет делать то, что должен делать Тогда и Бог исполнит все, что обещал своему народу Именно это свидетельствует об истинной вере и доверии Ибо невозможно одновременно бояться смертного человека И по-настоящему верить в Бога Подлинная вера в Бога требует от еврея полагаться на Него И отбросить всякий страх перед смертным человеком Всякую зависимость от человеческой помощи Именно поэтому Иеремия записал такие слова Так говорит Господь Проклят тот, кто доверяется человеку И делает плоть своим орудием Чье сердце удаляется от Господа Благословен тот, кто доверяется Господу И чье прибежище Господь Иермиягу 17.5.7 Всякий, кто уповает на человека Автоматически перестает уповать на Бога Следовательно, для упования на Бога Необходимы два условия Первое Проклят тот, кто доверяется человеку Еврей должен ликвидировать Всякую зависимость от нееврея Кроме того, второе Благословен тот, кто доверяется Господу Раз мы пренебрегаем помощью неевреев Мы вынуждены полагаться на Бога И наоборот, пока еврей взирает с надеждой на нееврея Он никогда не сможет полностью поверить в то, что Бог действительно всемогущ Он не верит в существование Бога Как высшей силы В заключение отметим Что истинный бетахон Требует веры во всемогущество Бога И его способность спасать Бетахон подразумевает Что если мы подчиняемся Богу и Его заповедям Сколь бы трудными и опасными они ни были Ни одна земная сила не сможет победить нас как нацию Мы не только не должны бояться плоти и крови Но нам запрещено даже просить народы о помощи Только тот, кто безоговорочно применяет принцип бетахон По-настоящему верит в Бога Как всемогущего владыку неба и земли Кто колеблется и боится нееврея Тот сомневается в Божьей способности помогать своему народу Крайне сомнительно, что такой человек действительно верит во всемогущего Бога Субтитры создавал DimaTorzok